Вешаллах. Вешаллах выслал их. Исход 13 глава 17 стиха по 17 главу 16 стих. И автора – это судьи, 4 глава 4 стиха по 5 главу 31 стих. Автора, как мы знаем, это что? Это новое повторение старого. То есть, где пророки, повторяют ту же идею, которая была в Авторе. Как, кстати, возникла автора? Когда был царь сирийский, как его звали? Антиох. Он запретил евреям читать Тору. Но евреи – народ хитрый. Они сказали, Тору мы не читаем. А то, что мы читаем, называется автора. То есть, повторение Торы. И это уже не из Торы, а из пророков или из Писаний. Вот такая вот еврейская хитрость. Например, на земле Израиля запрещено разводить свиней. Однако свиней в Израиле разводят. Делают помост деревянный. На земле нельзя, а на деревянном помосте можно. То есть, евреи – очень хитрые люди. Хорошо. Итак. И было, когда отпустил фараон народ, буквально мы помним, что послал, не повел их всесильный по дороге, идущий через страну Плештим. Потому что она коротка. Очень интересно. Мы всегда говорим, что короткая дорога – самая близкая. Да? Но есть еврейская притча, что есть короткая дорога и дальняя. Да? И есть далекая дорога и близкая. Поэтому короткая дорога – не всегда самая хорошая. Потому что, сказал Всесильный, не передумал бы народ при виде войны и не возвратился бы в Египет. Какая дорога – это дорога Плештим. Помните, где жили Плештим? На побережье Плештимляне – это были народы моря. Вот с Крита они пришли, с Кипра, здесь вот Греция. И они имели ряд колоний. Газа, Ашкелон и так далее. Тут было пять городов. Колонии, еще Тир и Сидон. То есть, вот эти города и Плештим жили по побережью. Они контролировали монополию пути из Египта в Азию. Малую Азию, например. Или в Индию. Или в Европу через Малую Азию, через пролив Босфор. То есть, где находились Всесильный, они? По побережью. Помните, в горы они не лезли. И когда завоевывали израильтяне, горы. И они сравнительно легко завоевали. Но палестинцев, а не Плештим древних, вот этих не завоевали. Это не те палестинцы, которые сейчас. Это совершенно другой народ. И поэтому эти города продолжали оставаться. Итак, если бы евреи пошли прямо так, что с ними было бы? Да, это была бы дорога войны. Хотя это торговая дорога. Но встретил такого серьезного врага. А вы помните, у палестинцев были колесницы. Да, Плештим? В одном бою там где-то 2000 колесниц участвуют. Представьте себе, как 2000 танков. Можете? Евреи, конечно, не смогли бы прорваться. И тогда, согласно обычным версиям, евреи пошли вот так. Вот сюда. Вот здесь небольшое озеро. А вот здесь, когда-то в древности, был прокопан канал. Но потом он был засыпан. И только уже в 19 веке прокопали канал. Как он? Суэцкий канал, да? Суэцкий канал. Но вот здесь якобы было узкое место в падении озера. И здесь евреи перешли. И вот здесь находится гора Синай. И вот они стояли возле горы Синай. А потом они 40 лет крутились вокруг этого места. Это официальная версия. Вот. Хорошо. Как вы думаете, если бы евреи пошли отсюда, нужно было бы им переходить Иордан? Или проще было бы сюда так пойти? Да? А почему-то евреи пошли вот так отсюда. Интересно. И еще интересно, что возле горы Синай делали раскопки. Как вы думаете, если возле горы, по крайней мере, несколько недель, стояли около миллиона человек. Могло там что-то остаться? Вот здесь ничего не нашли. В том-то и дело, что здесь ничего не нашли. Но! Но! Дело в том, что вы говорите на один монастырь. Что они там написали? Сейчас. Давайте мы не будем спорить. Мы сейчас записываем так. Если вы будете спорить, давайте выделим для этого отдельное место. Но, оказывается, евреи пошли вот так, и вот здесь они перешли. И Синай гора находится где? В Аравии. Так, как и написано в Библии. В Библии написано. Где находится Синай? В Аравии. Совершенно верно. И что даже самое интересное, еврейская традиция говорит, что все свои чудеса, и в том числе и чудо с Красным морем, Бог готовил еще творя землю. И удивительно, вот здесь находится мост. Справа где-то 500 метров глубина, слева 500 метров глубина. Здесь глубина всего 30 метров. Если уровень моря тогда был, может, даже и ниже, так это было бы всего где-то 15 метров. Может вздунуть воду с такого моста? Понимаете, Бог никогда не делал чудо, чтобы оно противоречивало законам Божьим. Если мы видим какое-то чудо, это не есть нарушение законов Божьих. Просто мы не знаем определенных законов. То, что мы смотрим по телевидению, да, это что, чудо для нас, может быть, да? Ну, там, для людей 18 века. В действительности, это не чудо, да, это есть законы. Вот говорили даже научные умы, великие академики, что никогда не будут летать аппараты тяжелее воздуха. Однако они летают, потому что там уже другие законы. Там законы не аэростатики, а законы аэродинамики. Вот, поэтому этот мост Бог для евреев готовил еще когда творил Красное море. И именно в районе этого моста, я предлагал нашему товарищу сделать доклад, он вам подробнее расскажет об этом, находят сейчас останки колесниц, находят кости египтян и так далее. И если они здесь отсюда были, отсюда им гораздо ближе было прийти вот таким путем в Израиль, да? То есть, находятся где, гора Синай? В Аравии. В Аравии. Я хочу, чтобы вы не были в плену таких всяких комментариев. Допустим, где родился Иисус? Почему-то говорят в пещере. Кто видел эту пещеру, где родился Иисус? Он родился где? Не в Хлеву. В Хлеву грязные воняют. И коровы там мочатся, и козы. В Яслях. Там, где новорожденные ягнята были. Да, есть рисунок, рисуют почему-то там в этих Яслях. Оказывается, там курица идет, там ягненок идет, поросенок идет. Видите такие рождественские открытки? Значит, кроме ягнят там ничего не было. Ни курей, ничего. Это не был дом русского христианина, где свиньи и куры там возле печки жили вместе с ними. Понимаете? И более это, не знаю, может и были пещеры, может и не были пещеры. Зимой действительно загоняют пещеры. Но дело в том, что зимой обычно теряют они что? Эти ягнята что? Не катятся. Окатились, да, ягнята? Кошары. Они не рождают зимой. Опять-таки, если в Рождество, да, в пещере. Но если этого не было Рождество, то при чем тут Ясли? Да? Понимаете? Они могут быть и в пещере, могут быть и снаружи. Об этом нет. Сколько было волхвов? Откуда вы знаете? Не меньше двух, да? Потому что единственное двойственное и тройственное. Ну, может быть, трое, может быть, пятеро, может быть, десять волхвов. Потому что они... Традиция. Это не традиция. Это просто человеческая, ну, извиняюсь, привычка, да? Один дурак сказал, а другие все подумали. Вот если вы смотрели американские мультики про такого папайя, который ел салат этот... Да, салат, скажешь, о шпинате, да? Очень много железа. А это была ошибка. В шпинате не больше железа, чем в обычной траве. Но где-то по ошибке переставили запятую, и получилось в сто раз больше железа. И начали это все внедрять. А потом отказались от этого всего. Я хочу, чтобы вы были гибкими, и чтобы вы понимали, что если находятся какие-то другие исследования, что-то подтверждающее или что-то нарушающее, это не может есть нарушение нашей веры быть. Правда? Потому что написано в Библии, где находится Харасиная? В Аравии. И так она и находится. Современные исследования науки не противоречат Библии. А что делают? Подтверждают Библию. И так, видите, они пошли дальние дороги. Ну, это обычная еврейская черта. И, как вы помните, нормальные герои всегда идут в обход. В обход идти, конечно, не очень-то легко, не очень-то приятно и очень далеко. Айболит смотрели? Старый детский фильм, да? Очень хороший. Не помню. Айболит 66 или 67. Ну, видите, уже, конечно. Прошло уже почти 50 лет с этого времени. Но в конце главы, если мы посмотрим, все-таки без войны не обошлись. Потому что, что там говорится? Война против Амалека. Это 17 глава. Говорит о войне против Амалека. Итак, интересно. Смотрите. Кто путь? Кто вел? Кто дал путь? Моисей? Сам лично. Бог, да? Сам лично Бог показал, куда идти. И 13 глава 17 стих говорит. И всесильный повернул народ на дорогу пустыни, к морю Суф. И вышли сыны Израиля вооруженными из страны египетской. Итак, вместо дороги войны – дорога пустыни. Вместо чистоты, помните, Египет был какой? Двойная узость. И двинулись они из Суккота, и расположились станом в Эйтами, на краю пустыни. И где они еще находились? В Суккот. Да? Двинулись они из Суккота. А что такое Суккот? Шалаши. Расположились станом в Эйтами. Итак, где мы видим первое указание на Суккот, на праздник Суккот, что они жили где? В Шалашах. В Шалашах. А Эйтам происходит от корня. Там Эй – это означает где, да? Эй – где что? Где совершенство. Где совершенство. Итак, они были в Шалашах вначале. Где они были? Под Божьим покровом. Под Божьим покровом, под Божьим защитой. И они пошли дальше. И если мы приходим под Божьей защитой, если мы смиряемся, если мы не начинаем себе строить роскошные дома, ну, скажем, служение может сравниться с таким роскошным домом, да? А полагаемся на Бога, то мы идем куда? По дороге совершенства. И вы помните, что был Бог в виде чего? В виде облака, да? Отсюда есть такой хороший еврейский мультик и песенка «По дороге с облаками». Вот это? Все это? «По дороге с облаками», «По дороге с облаками», вы помните? Пойдем, да? Там разные зверишки шли, да. «По дороге с облаками». Итак, Бог шел перед ними днем в столбе облачном, чтобы указать им путь, а ночью в столбе огненном, чтобы светить им, дабы они могли идти днем и ночью. «И не убирал», 13 глава, 22 стих, «не убирал Бог столб облачный днем и столб огненный ночью от народа». Итак, где постоянно было Божье присутствие? Постоянное Божье присутствие. И если была тьма, то Бог являлся что? Светом. А для египтян, если они подходили к этому месту пребывания Бога, что для них день становился тьмой. Вы слышали что-нибудь такое о черных молниях? Нет? А почему же написано «буревей гордореет, буревей снег, черные молнии» подобные, да? Значит, есть черные молнии. Оказывается, эта молния очень яркая, но она настолько яркая, что сетчатка глаза выгорает от этой вспышки и какое-то время не реагирует на свет. И получается, что, пока не восстановится пигмент сетчатки, изображение на сетчатке черной молнии. И она выглядит как молния. Это означает очень яркая, очень яркая молния. Море Суф мы переводим как «красное море», а в русское вообще «черное море». Во-первых, я это не могу выговорить без пол-литра, да? Ну, тренируюсь, мне легче на еврите выговорить некоторые вещи, чем на русском языке. Сонм-пророков, Сонм-пророков, легче сказать. Получается «черное море». Как будто через «черное море» уводил их Моисею в Крым, наверное. Да? А гора Айпетрия – это была гора Синаи. Ну, так некоторые думают, по крайней мере, да? Но, в действительности, она не черная и не красная, а ям Суф. Суф – это камыш, тростник. То есть, море тростника. И это показывает, что в том месте, где евреи переходили, Красное море что было? Было мелко. Было мелко. А еще Суф, если взять без голосовок, а мы знаем, что не ставились точки. Если Вау стоит, да, то мы не знаем, Суф или Суф. И это означает конец. Можно перевести ям Суф как конечное море. Вот если посмотрим Красное море, да, оно на севере разделяется на два пролива в виде такого ласточкового хвоста. И древние называли Черным или Красным морем всю северо-западную часть Индийского океана. От восточного мыса Африки до Усси-Инд. Вот это все называлось Красным морем. От восточной части Африки до Усси реки Инд. То есть, входило там и Персидский залив, и Аравийский полуостров, и Суецкий, и Акапский пролив. Поэтому, если мы посмотрим посовременно, то видно, вот так шли евреи. И что самое удивительное, когда Бог готовит свои чудеса, Он не делает чудеса так, чтобы они нарушали физические какие-либо законы. Помните, я говорил, что вроде бы не может аппарат летать тяжелее воздуха. А летает? Почему? Потому что новый закон есть. И интересно, что еврейский мидраж говорит, что когда Бог творил Красное море, Он заранее все подготовил для чуда. И что удивительно, вот здесь, может быть, отсюда видно, если мы посмотрим, то в Акапском проливе, который находится между Суецким, этим Синайским полуостровом, Синайским полуостровом, и Аравии, существует мост. Справа глубина 500 метров, слева глубина 500 метров, посередине, это около 30 метров глубины, да. Видите, да. И вот так он выглядит, если сверху смотреть со спутника. Прямо такая вот узкая полоса, смотрите. Настоящий мост. Это чудо. И этот мост до сих пор существует. Он просто находится ниже уровня воды. И вы помните, что когда не просто Моисей подошел, жезл в море раступился, а, как сказано, ветер дул всю ночь. Мы сейчас тоже такое можем видеть. Как говорится, нагон воды, да. Бывает иногда в Усси-Семзе, заливает Лондон. Ну, такие вот нагон воды бывают часто в Ленинграде, в Петербурге теперешнем и так далее. Да. И если в каком-то месте воды больше, то в другом месте воды меньше, да. То есть, в действительности, этот ветер, но чудо было не в том, что этот ветер был. И я не думаю, что Моисей подгадал так к этому ветру подойти. А чудо в том, что египтяне утонули, да. Евреи все прошли, а египтяне утонули. Вот если с космоса и разметит этот путь, выглядит примерно так. И действительно в этом месте, и действительно в этом месте находят вот этот мост, и водолазы нашли остатки колесниц, и многие там археологические раскопки действительно свидетельствуют. И возле реальной горы Синай тоже находят сейчас останки стоябища, где стояли евреи. Вот. И Лим, Рефидим. Ну, еще помните, они шли целую неделю. А здесь вот пройти до Израиля вполне бы хватило бы сколько дней? Два дня, да? А до Синая вообще бы можно было пройти за один день, если бы Синай находился на Синайском полуострове. А так дорога что проходила? Целую неделю. Вот что происходило при переходе через Красное море. Давайте 14 глава 10 стиха. И фараон приблизился. И подняли сыны Израиля глаза свои. Вот египтяне горятся за ними. И весьма устрашились. И возобили сыны Израиля к Богу. Смотрите, очень такая обстановка как бы нагнетается. Вот они приблизились. Подняли глаза. И вот внезапно, да, видят облако несущейся пыли. И за этим облаком египтяне. Египтяне гонятся за ними. Самое интересное. Откуда же взяли египтяне лошадей? Если, как мы знаем, весь скот вымер. Ну, помните, когда вы ели язву? А? Еврейские мудрецы говорят, что евреи продали им лошадей. Знаете, да. Дартаньян, вы знаете, тоже был еврей. По дороге в Лувр с Дартаньян загнал трех лошадей. Одну фортосу и две аромису. Хорошо. И сразу они вопить начали. И сказали они, Моисе, разве могил не достает Египте, что ты нас вывел умереть в пустыне? Что это ты сделал нам, выведя нас из Египта? Видите, ввел их Бог, да? Но, как что вопись, сразу виноват Моисей. Ведь об этом мы тебе говорили в Египте. Отстань от нас. Отвали от нас, да? Будем мы служить египтянам, ибо лучше нам работать на Египет, чем умереть в пустыне. И сказал Моисе народу, не бойтесь, стойте и смотрите, как вас спасает Бог сегодня. Ибо египтян, которые вы ныне видите, не увидите больше вовеки. И Бог будет сражаться за вас, вы же умолкнете. Буквально там грубо. А вы молчите. То есть, типа, заткнитесь. Да? Да. Вот, закрой свою тут пасть. Сгургаджира. Закрой пасть. Это на современном. И в ритве второе слово, жаргонное, арабское. И в ритве, когда употребляют такие ругательные вещи, то тогда говорят более-таки грубо, да, употребляют арабские слова. Итак, смотрите, Раши комментирует это так, что было четыре группы людей. Первые сказали, бросимся в море. Вот это, можно сказать, если человек оказывается в какой-либо обстановке, откуда он что, не видит выхода, да? Какая у нас чаще всего реакция? Первые сказали, бросимся в море. Другие, вернемся в Египет. Третьи, вступим с ними в сражение. И четвертые, станем вопить против них, то есть молиться. Знаете, что русское слово «война» происходит? Это слово «вой». Да. И «войн», да? А вот английское слово «война» «вор», «воровать». И «warrior», то есть «вор» – это «войн», да? А по-молдавски «война» – «разбой». Вот такое отношение каждого. А по-еврейски «война» – это, получается, борьба за хлеб, за жизнь. Итак, станем вопить против них, то есть кричать, молиться. Итак, первым, которые сказали, бросимся в море, Маше ответил, стойте и смотрите, как Бог вас спасает. Вторым, которые сказали, что вернемся в Египет, Маше сказал, египтян, которых вы ныне видите, не увидите более вовеки. Третьих, которые решили сражаться сами, Маше им сказал, Бог будет сражаться за вас. А четвертый, которые решили, что мы все встанем на колени и будем вопить и умолять, да? Моисей сказал, что вы давайте молитесь, 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 будьте стойкими в молитве. А он сказал, лучше помолчите, да? Лучше помолчите. То есть, вот есть два отношения к молитве. И оба правильные. И надо просто мудрость иметь нам, когда нужно что употреблять. Иногда можно один раз помолиться с верой, что? И дальше молчать, да? Иногда быть нужным настойчивым в молитве. Это не значит, что у нас не хватает веры, там у тебя сестра не хватает веры, что ты каждый день боишься за какую-то проблему, как некоторые говорят. Но есть два отношения к молитве. Итак, четыре типа реакции человека, о которой говорил Раши. И Медрэш показывает эти четыре типа реакции на экстремальную ситуацию. Первое – это отчаяние, да? Отчаяние. Отчаяние – это синдром самоубийцы. Бросимся в море, все равно всем погребать. Правда? Так, чем нас будут мучить и убивать, лучше сами утопим. Да. И ответ, видите, какой? Стойте и смотрите, как Бог спасает. Даже не нужно было напрягаться, правда? Стойте и смотрите. То есть, нужно что? Стоять. Иногда такое отчаяние напрягается, вплоть до самоубийства, до депрессии. И что нужно? Просто стоять. То есть, перетерпеть какое-то время. Вот я знаю, я когда больной, я что делаю? Пью лекарства, молюсь и терплю, потому что знаю, что когда-либо это кончится. Если я выздоровлюсь, значит, это кончится, выздоровление. Да, если я помру, так еще лучше. А то ходят там двое к старичку по раю. Ой, гадна. Як цена гарна, як цена дивна, там, золото, и что там, смарагды, эти все, як так гарна. Да, як Петро, красиво, то-то-то-то. А ты смотри, Петро, а то-то-то-то. Смотри, то-то-то-то. Не выйдешь, говорит. Слушай, Маруся, як бы не пили бы этих таблеток, яких ты мне давала, так еще бы 10 лет назад оказались бы там. Ну, это мой украинский, два слова по-украински, два слова по-русски. Так как у меня там раскола, и так я с вами говорю, да? Хорошо. Итак, значит, все будет хорошо. Сказала еврейская радио. Второе, это трусость, да, синдром раба. Рабу проще вернуться к своему господину. Значит, вернуться к прошлому и молить врага о пощении. И ответ какой? Египтян, которых вы видите сегодня, не увидите больше. Третий синдром, это синдром камикадзе. Да? Вот лозунг отчаяния Бар-Кохба был такой. Если Бог не хочет нам помогать, так хоть пусть не мешает. Да? Бог им не помогал. Потому что Бар-Кохба восставал против Римлян, в то время, как восставать против Римлян не надо было. И ответ этим людям, что Бог будет сражаться за вас. Итак, видите, третий, это синдром камикадзе. Будем сражаться до конца. Ответ Бог будет сражаться за нас. И последний, плач или синдром побитого ребенка. Знаете, что такое синдром? Синдром – это ряд симптомов, которые следуют друг за другом. Ну, например, говорят, вегетососудистая дистония. Чем лечить вегетососудистую дистонию? Вегетососудистая дистония – не болезнь. Это синдром, который сопровождает определенные изменения. Да? Это есть ответ организма. Вот. На изменения, которые происходят в нем. Поэтому надо лечить не вегетососудистую дистонию, а какую причину. Или это нервное перенапряжение, или это последствия простуды, или это какая-то инфекция, инфекция, листная инвазия и так далее. Причину установите. Что будет с синдромом? Вылечится сам собой. Это и в духовном смысле. Люди часто, да, вот это тебе от головы, это тебе от живота. Да? Но лечить надо не живот, и не болезнь, а лечить надо больного. И в данном случае дает Бог четкие рецепты выхода из вот этого, ну знаю, депрессивного какого-то состояния. Да? Хорошо. Итак, четвертый. Синдром побитого ребенка. Ребенок ничего не предпринимает, а только плачет. Да? Но не от доверия Богу молиться, а от отчаяния неверия. Поэтому ответ. Вы молчите. Чем больше вы будете плакать от неверия, тем больше будет затруднение Богу что-либо сделать в вашей жизни. И мы говорим здесь еще второй урок. Два подхода к молитве. Постоянно молиться. Это Лука 18, глава 1.8. Да? И говорит, что нужно не унывать и молиться постоянно. Но, с другой стороны, помолиться один раз и, видя духовными глазами, невидимое, как видимое, то есть уже осуществленное, спокойно ждать. Какой из них правильный? Оба правильные. И то, и то, слава Бога, живого. Вот запомните, что если мы говорим о чем-либо связанной с Торой или о каких-то вообще еврейских вещах, у нас нету однозначного ответа. Если вам кто-то будет говорить, что только так, а не иначе, некоторые вот пятидесятники очень хорошо, и вам точно могут сказать, при какой вы трубе живете. Или там такие комментарии, откровения адвентисты дадут исчерпывающие. Они уже точно знают, и кто там зверь, и какое число зверей, и когда чипы будут все вставлять в одно место. Понимаете? Ну да, лов и руку. А вы что подумаете? Хорошо. Так вот, не верьте, или кто-то вам скажет, что конец света, да? Все касается Библии, имеет множество разных толкований. И то, и то, слава Бога, живого. То есть, можно и постоянно молиться, и можно помолиться один раз. Но самое даже интересное, если мы смотрим 14 лову, 15 стих, и сказал Бог Машин, ты что вопьешь мне? Че ты вопьешь? Че ты вопьешь, Миша? Миша. Миша, ну че ты вопьешь? Говорит Бог. Скажися нам Израиля, чтобы они двинулись вперед. То есть, было то же время, когда и Миша тоже растерялся, да? Что делать? Хорошо. И когда, видите, Бог говорит, двигайся вперед, кто вперед пошел? Бог, да? Знаете, чем израильская армия отличается от всех других армий? А потому, что у них офицер не командует вперед, как у нас. У них офицер командует за мной. Аллах. Аллах. Да? И первым, кто это сказал? Макаби. Макаби. Да? Кто Божий, да? Ми ля донай Аллах. Кто Божий, за мной. За мной. Да. Иисус Навин правильно тоже говорил. Хорошо. Ну, что, как вы думаете, море сразу раступилось? Зушки. Зушки. 14 глава, 21 стих. Просер Мошея руку свою над морем и гнал Бог море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море суши и раступились воды. Итак, хотя Бог сказал, двигайся со мной, Моисей, и возьми посох, да? Сколько времени этот процесс продолжался? Всю ночь. Да, гнал Бог море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушью и раступились воды. Вот так. Вот где испытывается терпение. А то были некоторые, которые говорили, я не исповедую, что еще не вся вода ушла. И тонули. Знаете, что после того, я это сказал в деяниях апостола, один крестьянин тоже сказал, сейчас, говорит, море раступится, и мы пойдем в Израиль и всех римлян. Да? И что случилось? И они потонули все. Вот такие вещи даже было во времена крестовых походов, когда тоже некоторые сильно верующие думали, что море раступится, и они пойдут в Израиль сухим путем. И ничего у них не получалось. Но когда Израиль проходил по морю, и мы говорили, что это был мост сравнительно узкий, и где-то он сейчас на глубине 30 метров находится, значит, 15 метров где-то он находился, потому что в те времена уровень моря был ниже, чем сейчас. Сейчас, вы знаете, уровень моря, он что, поднимается все время. Ледники тают, и уровень моря поднимается. И евреи прошли, а справа была вода, да, и слева вода. То есть они как бы были погружены в эту воду, но не намокли. Они были 1 Коринфянам, 10 глава, как говорит, 1 стих, Израиль был погружен в облако и в море. Это было прообраз водного погружения. Так, а в дух они были погружены? А почему? Ветер дул. Если бы хоть на секунду вечер прекратил дуть, и настало такое время, когда он прекратил дуть, что произошло? Вода сомкнулась, потому что только в то время, когда дул ветер, вода отходила в стороны. Хорошо. И нужно было терпение, только поутру и ветяне, как мы знаем, утонули. Интересно, что, скажите, это был попутный ветер или встречный ветер? Если мы говорим восточный ветер, он откуда дует? С востока. Где восток? Правая половина нашей карты. Значит, евреи шли встречу против ветра, и ветер был весьма сильный. Да? Вот это очень интересно для нас. Хорошо. 14.19. И двинулся ангел всесильного, шедший перед станом Израиля и пошел позади них. Вы помните, что Арьергард это самое опасное место. Да? Что такое Арьергард? Когда отступают те, кто прикрывают сзади. Те, кто прикрывают сзади, из них очень мало кто остается в живых. Но в данном случае, кто лично прикрывал? Да, Господь, даже сказано ангел Господень. Когда мы говорим ангел Господень или альт из лица Господня, кто это? Ешуа. И тот самый Ешуа, который был в столбе и шел впереди, он стал сзади и послужил разделением, потому что могли египтяне, как говорится, на плечах неприятеля ворваться в город, вот, правда? Могли бы. И, как мы знаем, движутся колесницы намного быстрее, чем. Но что случилось с колесницами? Они сначала завязли в иле, да, и потом потонули. И действительно находят эти колесницы под слоем ила, под слоем ила. Итак, впереди столб ввел, сзади охранял. И интересно, что и вошел он между египетским облаком и станом Израиля, и было облако и мрак, и осветил ночь, и не сближались один с другим всю ночь. Вот, посмотрите, интересно. 14-19, если мы идем в точный еврейский перевод, получается так, и двинулся ангел всесильно, шедший перед станом Израиля, и пошел позади них. А столб облачный двинулся впереди их и встал позади них. Так был столб спереди или сзади? И вошел он между войском египетским и станом Израиля. То есть, получается, что облачный вот этот столб, он находился как бы одновременно и спереди и сзади Израиля, да? Это парадоксально, но мы можем еще и не такое увидеть, да? Итак, мы видим что Господь вел Израиль. Так, хорошо, Господь вел Израиль в столбе огненном. Ангел Господень в столбе огненном, как бы, отделившись, стал позади Израиля. И кто мы говорили это? Иешуа. И в это время Руах Элагим Дух или Ветер Божий. Так, как повести Божий Ветер на японский язык? Камикадзе. Камикадзе. Божество Ветер Кадзе, да. Да, Ветер переводится Камикадзе, потому что, когда монголы хотели завоевать Японию, они молились и послал Бог Ветер. Да, Камикадзе. Камикадзе, это, значит, Божество. Хорошо. И, значит, мы видим, что в этом моменте в переходе через море участвовали все три личности Бога. В единстве неразделенности и в то же время каждая личность, да, имеет свою особенность. Они неразделимы и неслияемы. Как это происходит, я не знаю. Но мы видим, что все три личности участвовали, да, при переходе через Красное море. И это прекрасно. И это есть образы для нас. И это образ и водного погружения, да, и погружения в Дух Святой. Хорошо.